Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречной и в студии Анны Литвиновой. Коротко о главных темах этого выпуска. Зареченцы в финале. Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса Госкорпорации «Росатом» слава Созидателям. Вы уже все победители, независимо от того, у кого-то ролик получился более операторский успешен, у кого-то, может быть, более режиссерский успешен, а у кого-то просто он был насыщен такой теплотой и любовью к своему городу. К полету готовы. В Центральном парке культуры и отдыха Заречья будет построен кардодром. Площадку можно будет использовать для катания на роликах, самокатах, детей маленьких с велосипедами, чтобы их не во дворах учили кататься. Минимум очередей. В Зареченской поликлинике изменена схема бесплатной вакцинации в субботу. Можно сразу будет подниматься в кабинет 401-402, где будут вести амбулаторный прием два врача-терапевта. Подробнее об этих и других событиях. Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям», который проводится по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом». В 2018 году зареченские школьники подготовили для конкурса 27 видеороликов. В своих сюжетах ребята рассказали о заводчанах и работниках предприятий и организаций города, людях, внесших значительный вклад в развитие города и атомной отрасли. Девять работ, подготовленных школьниками Заречного, будут участвовать в финале Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям». На торжественной церемонии подведения итогов побывала Елена Степкина. Самые искренние, добрые, теплые и трогательные ролики готовят дети из Заречного. С цитатой организаторов Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям» начала свое выступление заместитель главы администрации Ирины Сизовой на церемонии подведения итогов муниципального этапа состязания. Конкурс проводится в третий раз, но всегда зареченским школьникам удается находить уникальных людей, которые внесли огромный вклад в развитие города, производственного объединения «Старт» и атомной отрасли. Вы уже все победители, независимо от того, у кого-то ролик получился более операторский, успешен, у кого-то, может быть, более режиссерский, успешен, а у кого-то просто он был насыщен такой теплотой и любовью к своему городу, к своим близким, к тем, кому вы посвятили ролик, что все вы победители. Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» проводится по инициативе общественного совета госкорпорации «Росатом». Его участники – школьники, проживающие в 22 городах присутствия госкорпорации. На церемонии подведения итогов муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям» помимо организаторов и участников были и герои видеороликов. Среди них родные и знакомые авторов отснятых материалов и известные зареченцы. Благодаря им сейчас мы живем в современном благоустроенном городе, где созданы комфортные условия для развития и обучения детей – работа и досуга взрослых. Мне сейчас 91 год. Всю свою жизнь я прожила в этом городе с самого-самого начала. И вы знаете, я не могу, ребят, вот не могу вам передать, насколько, насколько хорош и красив наш город. Просто удивительно. Вот вы представить себе не можете, что было когда-то. Конкурс вас мотивировал на то, что вы начали искать истоки своей семьи. И очень хорошо, что вы, изучая весь этот опыт, используя его, пойдете дальше своих родителей, дальше своих предков. И будете делать, конечно же, интересные, замечательные дела. И на благо города, и на благо Пензенской области, и на благо нашей великой родины. В 2018 году зареченские школьники подготовили для конкурса 27 видеороликов. Авторы сами выбирали героя сюжета, продумывали сценарий, брали интервью и собирали материал. Героем моего ролика была директора нашей школы, в которой я учусь. Раньше она была 24-я, сейчас 26-я. Идея пришла как-то спонтанно. Решил взять, все-таки человек столько работал над кадетскими школами в нашем городе. Это, наверное, уникальный человек в нашем городе, потому что она одна из немногих, кто действительно практически с нуля смог основать что-то. Я делала свой ролик нашей любимой учительнице по физкультуре Гусевой Ольге Юрьевне. Помогал мой папа. Мы само видео монтировали, но остальное снимал я, потом помогал дети, которые ходили на плавание, они брали интервью. По словам организаторов конкурса, все ролики получились яркими и интересными. Жюри предстояло выбрать из них лучшие. По условиям творческого состязания, в заключительном этапе могут участвовать работы, выполненные учениками пятых-десятых классов. Героями сюжетов должны быть созидатели старше 50 лет, а сами видеоролики отвечать ряду критериев. В соответствии тематике конкурса, оригинальность сюжета, содержательность, наполненность информацией. По решению жюри, девять работ, подготовленных школьниками Заречного, будут участвовать в финале Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям». Он состоится в декабре. Организаторы отметили всех участников муниципального этапа и каждому вручили дипломы и сувениры. Вклад ребят в сборы сохранения истории Заречного дорогого стоит. Наш город молодой, но у него уже есть традиции и настоящие герои, которые свою жизнь посвятили становлению и развитию Заречного. В Центральном парке культуры и отдыха Заречия построят новый кордодром. Планируется, что площадка будет многофункциональной. Пользоваться ею смогут не только спортсмены-авиамоделисты, но и горожане, ведущие активный образ жизни. О перспективах нового объекта рассказал главный архитектор города Михаил Палаткин. Подробности в нашем следующем сюжете. Скоростные пилотажные модели и копии самолетов. На кордодроме Центра детского технического творчества юные авиамоделисты запускали свои изобретения не один год. Сейчас на месте прежней испытательной базы самодельных летательных средств строятся новые жилые дома. Поэтому для юных техников запланировано создание новой площадки. Под нее отведена территория в Центральном парке культуры и отдыха Заречия. Новый кордодром будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям. Площадку диаметром 51 метр заасфальтируют и обнесут ограждением высотой не менее трех метров. Строительство запланировано на весну 2019 года. Я не думаю, что здесь много работы придется выполнять. Площадка ровная, здесь надо выполнить небольшие планированные территории, но она несущественная. Я думаю, в течение двух-двух с половиной месяцев данную работу можно выполнить. В первую очередь новый кордодром станет местом для тренировок и соревнований авиамоделистов, занимающихся в Центре детского технического творчества. Однако планируется, что эта площадка будет многофункциональной. В те часы, когда нет занятий по авиамоделизму, площадку можно будет использовать для катания на роликах, самокатах, детей маленьких с велосипедами, чтобы их не во дворах учили кататься. Здесь все это можно делать. А в зимнее время здесь можно устраивать каток. В рамках благоустройства территории в Центральном парке культуры и отдыха уже восстановлен автогородок под мостом. Планируется, что на его базе в следующем году школьников будут обучать правилам дорожного движения. Кроме того, рядом с колесом обозрения уже подготовлена территория для установки скейт-парка. В целом, кордодром, учебный автогородок и скейт-парк станут кластером площадок для немоторизированных транспортных средств. В Заречном продолжается акция «Защити себя от гриппа». В минувшие выходные предложение медиков пройти бесплатную вакцинацию вызвало ажиотаж у взрослого населения. За 4 часа было привито 156 человек. Вакцинация продолжится и в эту субботу, 13 октября. Всех желающих защититься от вируса ждут во взрослой поликлинике. Тему продолжит Наталья Елистратова. Зареченские медики не ожидали увидеть такого количества горожан, пришедших на прививку в выходной день. Первая городская акция «Защити себя от гриппа» прошла в субботу, 6 октября и оказалась очень востребованной зареченцами. Акцию, которую мы проявили, с одной стороны, очень успешно, потому что оказалось очень много желающих привиться против гриппа, несмотря на то, что это выходной день, суббота. Мы привили против гриппа 156 человек за 4 часа. Конечно, мы не ожидали такой поток пациентов, поэтому не совсем были готовы всех без очереди принять. Поэтому акция «Защити себя от гриппа» будет организована повторно, но на этот раз она пройдет по новым правилам. Руководством медико-санитарной части номер 59 принято решение изменить схему проведения вакцинации. Пациент, который желает привиться против гриппа, не надо будет заходить в регистратуру и откладывать амбулаторную карточку. Ему нужно сразу будет подниматься в кабинет 401-402, где будут вести амбулаторный прием два врача-терапевта. Врач-терапевт осматривает пациента, дает направление в процедурный кабинет номер 404, где будут работать две медицинские сестры, делать прививки против гриппа, и одна будет на регистрации. Вторая городская акция «Защити себя от гриппа» состоится в субботу, 13 октября, в городской поликлинике с 8 до 12 часов. Прививка от опасного вируса делается бесплатно. Зареченцам, желающим пройти вакцинацию, при себе нужно иметь страховой медицинский полис. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Госдума в четверг приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о сохранении льгот по имущественным налогам в прежних границах пенсионного возраста. 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Как сообщает Интерфакс, законопроект был внесен в Госдуму в начале января в пакете президентских поправок, связанных с пенсионным обеспечением, и принят в первом чтении в среду и во втором чтении в четверг утром. Документом предусматривается сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемым в настоящее время пенсионерам для физических лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 года. Согласно принятому закону, указанные физические лица будут получать налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Дачный сезон в Пензе завершится в воскресенье 21 октября. Этот день станет последним, когда жители областного центра смогут доехать до дачных участков на общественном транспорте. Соответствующее поручение глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев дал на аппаратном совещании в среду, 10 октября. Учитывая обращение дачников, необходимо увеличить период осуществления дачных перевозок до 21 октября, указал начальнику управления транспорта и связи Виктор Кувайцев. Таким образом, транспортное обслуживание пассажиров по сезонному маршруту будет осуществляться в соответствии с расписанием 3 дня в неделю, в среду, субботу и воскресенье, сообщается на официальном сайте администрации Пензы. В Заречном дачные автобусы продолжат курсировать до садоводческих обществ как минимум до конца октября. Решение о завершении сезона дачных перевозок будет приниматься в зависимости от погоды и пассажиропотока. Со следующей недели изменится только периодичность выхода автобусов на маршруты. С 15 числа мы перейдем на два выезда в неделю, это суббота и воскресенье, и там уже дальше будем ориентироваться по погоде. Пензион завершается, у нас как по практике показывает, всегда мы где-то завершаем дачный сезон, это конец октября, начало ноября, поэтому вот исходя из погодных условий в первую очередь будет приниматься решение по закрытию дачных маршрутов в этом году. В Заречном идет подготовка к юбилею комсомола. 29 октября исполнится 100 лет с момента создания Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Зареченская комсомольская организация свой юбилей уже встретила. 60 лет назад, 10 сентября 1968 года, когда наш город официально еще считался Заречным районом Пензы, молодые первостроители собрались на учредительную конференцию, на которой были представлены 13 первичных комсомольских организаций. В нашем городе к памятным датам приурочен целый ряд событий. Много небольших, но очень значимых дел мы сделали в Заречном. Это слет комсомольских поколений, где принимали участие и команда из Сарова, и три команды из Пензенской области. Это наши встречи на базе пионерского, на базе лагеря отдыха «Звездочка». Наш слет юнзаров, который только что прошел. 15-го числа в музее открывается выставка, посвященная столетию. 18-го числа у нас спортивные соревнования по стритболу. 17-го по 19-го соревнования по волейболу, посвященные столетию в ЛКСМ. Гала-концерт. Песня останется с нами ветеранских организаций, которые тоже посвящены этому событию. И, конечно, мы ждем всех 26-го октября в пятницу в 17 часов в Дворец Современи, где у нас состоится торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный этой знаменательной дате. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Почему многие из тех, кто когда-то вступил в ряды в ЛКСМ, до сих пор считают себя комсомольцами? Какую роль играла комсомольская организация в жизни города? Обо всем этом нам расскажет Владимир Орехов. С 1979 по 1984 годы Владимир Алексеевич работал в должности первого секретаря городского комитета в ЛКСМ. Рассказ комсомольца 70-х сразу после основного информационного блока. А пока к другим темам выпуска. В субботу, 13 октября, на втором этаже торгового центра Дубрава разместятся волонтеры благотворительного центра «Лохматый друг» и питомцы Центра стерилизации и социальной адаптации животных. С 11 до 14 часов горожан ждут на праздник «Лохматая суббота». В этот день запланирована обширная развлекательная программа. Для гостей организуют фото-зону продажу сладостей и уникальных изделий ручной работы. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах, где научатся создавать оригинальные упаковки и открытки из бумаги. Кроме того, все пришедшие на праздник познакомятся с некоторыми постояльцами Центра стерилизации и социальной адаптации. Волонтеры привезут котят, которые здоровы, обработаны и готовы обрести хозяев. Здесь же будет представлена информация обо всех собаках и кошках, проживающих в Центре стерилизации и социальной адаптации. Кроме того, во время благотворительного праздника горожане смогут сделать пожертвования или передать в Центр посуду, средства по уходу за животными, поводки, ошейники, игрушки и другие вещи, в которых нуждаются четвероногие жильцы Центра. Традиционно наш Центр, безусловно, нуждается в продуктах питания. Это крупы, гречка, рис, это всевозможные мясные обрезки, курица, это паучи для кошек, то есть корма специальной влажной консервы для кошек, сухие корма для кошек, для котят, для собак. Можно принести чистое старое постельное белье, полотенце. Они нужны нашим животным в послеоперационный период, когда после стерилизации они приходят в себя. Зареченцы могут помочь нашим педагогам выйти в финал конкурса профессионального мастерства в рамках проекта «Школа Росатома». Название лучших претендует 50 воспитателей и 48 учителей из городов атомной отрасли. Напомню, среди работников дошкольного образования Заречный представляют 5 человек. Татьяна Лукьянова, детский сад номер 18, Елена Макаренко, воспитатель 19-го детского сада, Елена Михальчук из детсада номер 16 и два педагога сетевого дошкольного учреждения проекта «Школа Росатома», детского сада номер 7 Ольга Дементьева и Галина Телятникова. Среди педагогов общего образования в полуфинал вышли представители гимназии номер 216 «Дидакт». Екатерина Бондарь выступает в номинации «Мэтр». Людмила Алексеева и Елена Родина оспаривают звание лучшего среди учителей сетевых школ. В рамках дистанционного этапа каждый участник провел прямой эфир в сети интернет. За 15 минут конкурсанты успели презентовать свою педагогическую технологию, предложить коллегам программу стажировки, выполнить задания, полученные за час до выхода в онлайн и пообщаться со зрителями прямого эфира. Вижу ваши ответы, спасибо за участие. Я с вами согласна. Режиссерская игра как раз на фотографии номер 4, образная на фотографии номер 1. Работаю здесь не младше дошкольного возраста, 3-4 лет, особое внимание уделяю развитию поддержки режиссерской и образной игры и использую возможности данных игр для решения образовательных задач. При оценке конкурсантов наряду с решением экспертов учитывается мнение посетителей официального сайта проекта Школы Росатома. Голосование за полуфиналистов стартовало в 17 часов 11 октября и продлится до 12 часов 12 октября. Для участия необходимо зайти на сайт www.rosatomschool.ru, перейти по ссылке «Принять участие в голосовании», выбрать полуфиналиста, которого хотите поддержать, посмотреть видеозапись эфира участника и нажать кнопку «Голосовать». Те, кто наберет наибольшее количество голосов, получат один дополнительный балл. Этот балл может стать решающим при подведении итогов. Победители дистанционного полуфинала примут участие в очных финальных мероприятиях конкурсной программы. Они состоятся в ноябре в городе Новоуральске. Для зареченских старшеклассников, желающих получать знания сверхшкольной программы, открыт межшкольный факультатив по истории и обществознанию. Дополнительные занятия проходят на базе лицея номер 230. Посещать их могут учащиеся всех образовательных учреждений города. На факультатив уже записались 15 школьников. На одном из уроков побывала наша съемочная группа. Восьмиклассница Виктория Горелова не спешит домой после уроков. Девушка два раза в неделю посещает дополнительные занятия по истории и обществознанию. Обществознание – это, во-первых, мой любимый предмет. А еще я хотела бы более тщательную подготовку на урок. На факультативах более углубленные знания, более высокий уровень подготовки и приводит иногда примеры из жизни. Вместе с Викторией на межшкольный факультатив, который проходит в лицее номер 230, записались учащиеся других образовательных учреждений города. В настоящее время старшеклассники готовятся к Всероссийской олимпиаде по истории. На дополнительные занятия, как правило, приходят только мотивированные на учебу ребята, которые хотят легко и без проблем решать самые сложные задания. Те ребята, которые ходят с себя сюда, они планируют иметь высокий результат на муниципальном уровне, высокий результат на региональном уровне. Как бы учитель школьный не готовил детей, все равно задания заключительных этапов Всероссийской олимпиады, они настолько сложные, они даже логически простроены несколько иначе, чем обычные школьные, допустим, программы. Факультатив по обществознанию и истории проходит еженедельно по средам и четвергам в 15 часов. Прийти на него могут все желающие ученики восьмых-десятых классов образовательных учреждений города. После рекламы на канале «Заречный» вас ждет интервью с первым секретарем городского комитета ВЛКСМ Владимиром Ореховым. Не переключайтесь! Только с 12 по 14 октября в честь открытия нового магазина «Лалэ Антилоп» все изделия без торговой наценки. «Лалэ Антилоп». Слава Созидателям! Они начинали историю отрасли, строили и поднимали наши атомные города, верили в будущее и создавали настоящее. Расскажи, благодаря кому живет «Заречный», кто стоял у его истоков, чьими трудами был создан город, которым ты сегодня гордишься. Прими участие в конкурсе «Слава Созидателям». Все подробности на сайте slavadefissosidatelam.ru В честь 15-летия компании дарим дополнительные скидки. Компании «Встрой»! Единственный раз в сезоне. Супер цена все – 950 рублей. Беларусь, кожаные сапоги, ботинки, осень, зима. Только в эту субботу, 13 октября, Дворец культуры «Современник». Как строят ловушки для атомных станций? Новую старую печь разожгли на атоммашине. НЗХК улучшает топливо для исследовательских реакторов. Смотрите в среду в 20.00. Старт продаж квартир в жилом доме «Лесная симфония» в Заречном. Доступные условия покупки, широкий выбор планировок, уютный двор. Офис продаж на проспекте «30-летие Победы» 47. Телефон 28 28 28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если говорить о Зареченском комсомоле, то очень много славных дел оставил он за своими плечами и есть нам чем гордиться. И хочется понять, чтобы все поняли, что прежде всего это праздник общегородской, если говорить в масштабах страны, это общероссийский праздник. Почему? Потому что нет, наверное, ни одной семьи до сих пор, где бы дедушки, бабушки не прошли эту славную школу. И сколько славных дел. Если мы говорим о старшем поколении только нашего города, ведь нужно подумать. Вот представьте себе, 56-й год, болото. Приехали первые комсомольцы и начали здесь разбивать площадку под завод, строить завод. За каждым событием стоит сопричастность юноши и девушек ко всем делам города. Вместе с заводом рос и город. Выпускали уникальную продукцию. Это делали в основном кто? Юноши и девушки. Ведь по комсомольской путевке, по отбору к нам приезжали лучшие специалисты из техникумов, высших учебных заведений. И пополняли наш город представители города Пензы, соседних районов Бессоновского, Пензенского, Шимашейского. То есть лучшие представители стояли истоком. И это уже сейчас, мы говорим, появилось второе поколение коренных зареченцев. А раньше это был, ну, цвет. И, конечно, столько дел оставить. Если говорить о каких-то главных вопросах, то всегда главным был труд. Почему? Да потому что именно в процессе работы раскрывался человек. Он был наиболее виден и понятен всем. Что такое завод? Это уникальные вещи. Если вот я специально посмотрел перед нашей встречей ряд материалов наших комсомольских конференций. За пятилетку объем промышленного производства на заводе увеличивался практически в два раза. Удваивался. Ассортимент продукции обновлялся на 80-85%. Если мы говорим о Пензенском управлении строительства, то каждую пятилетку объем, наращивание объемов строительно-монтажных работ составлял 40-50%. Представляете, что это такое. Если говорить о наших сопутствующих сферах, как здравоохранение, то вы знаете, какие медицинские услуги росли, новые корпуса, самое современное оборудование. Это была одна из лучших медико-санитарных частей. Если говорить об объеме товарооборота, то ежегодный прирост составлял тоже порядка 40%. И мы впервые, наверное, в отрасли средмаши или Министерство среднего машиностроителя вышли на показатель, когда коэффициент самообслуживания, допустим, к 80-му году составлял 72%. То есть вот к чему мы все очень стремились. То есть город динамично рос и, естественно, росли вместе с ними и комсомольские дела. Ну, конечно, не только же трудом занимался комсомол. Ведь прежде всего это была сопричастность ко всем делам. И вот свою сопричастность все комсомольцы оставили. Если говорить в культуре, то это в замечательных творческих коллективах, которые работают здесь. Я помню, приехала Светлана Баева и пришла первая в горком комсомол, потому что она сказала, говорит, «Я не знаю, где быть. Я вот приехал с Урал, а мне бы хотелось возродить бальные танцы в Заречном». Я говорю, ну что же, вы пришли по адресу, и мы так начали. Если говорить о других творческих коллективах, то горком комсомол активно участвовал в продвижении наших творческих коллективов. Это и Град, который является лауреатом всероссийских и республиканских конкурсов. Это студии 10, которые выезжала на многие всероссийские соревнования и привозила оттуда. То есть все творческие коллективы, это вот нельзя было разделить сегодня. Вот ты культурой только комсомол занимаешься, а завтра физкультурой нет. Потому что вот эта целенаправленная работа, если говорить о физкультурном движении, ну все мы представляем, норма ГТО, знал норму ГТО, то это хорошо. Вот, развитие туризма, оно тоже связано с конкретными людьми. Это Соколовский, это Подобед, это Шутов, это Вахурина. Это те люди, которые вложили душу. Естественно, отсюда стало развиваться туристическое движение. И уже в 1980 году команда Заречного была признана лучшей в России. Мы стали золотыми чемпионами, привезли золотую медаль за лучший поход года на Кадар. Если говорить о каких-то необычных вещах, чем отличался Зареченский комсомол, то, наверное, нельзя не вспомнить этот замечательный коллектив, мотоотряд «Дорога и отцов», который объехал практически все города-герои, привез оттуда землю, проводит большую военно-патриотическую работу. Представьте, в 70-х годах Подмосковье сделать первые раскопки, найти захоронение, установить обелиск, каждый год ездить, его обихаживать, за что он был награжден почетной грамотой Центрального Совета ветеранов. Вот эта вот система военно-патриотического воспитания, которая начиналась в школе через игры «Зарниц», «Орленок», преддопризывную подготовку, ДСАФ, потом уже служба в Советской Армии, конечно, давала свои результаты, и мы всегда были на хорошем счету и в Центральном комитете, в ЛКСМ, в областном комитете, и были специальные даже памятные знамена, которые были нам оставлены за военно-патриотическую работу. Но вот за всеми этими конкретными делами стоит труд, не всегда осознанный и понятый до конца огромного количества комсомольских лидеров, как сейчас говорят, это секретари комитетов комсомолов, комсомольских организаций, членов комсомольского прожектора, групп комсоргов. То есть это огромное количество людей, которые отдавали свои души, силы, энергии для реализации задуманного. И вот сегодня, в канун праздника, мне хочется поздравить, конечно, всех. Всех тех, кто остаётся молод душой, у кого вот эта комсомольская искорка осталась, пожелать всем доброго здоровья, продолжения добрых дел. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»